Здравствуйте, рада всех приветствовать. Как уже сказано, Горякина Ирина, CPS Group. После таких метров выступать трудно, но я буду, потому что мы как раз представляем те полевые работы по взысканию проблемной задолженности. Наши компании представлены юридическими, консалтинговыми и аудиторскими фирмами и непосредственно факторинговой компанией. Мы с банками работаем через компании «Новотех» и «Юринфаком». Здесь присутствуют топы банков, которые нас хорошо знают и знают нашу репутацию. Прекрасно было заявлено о том, что проблемные активы являются основной причиной дальнейшего развития финансового рынка Украины. Также я хотела бы сказать большое спасибо организаторам данного форума, потому что концентрация финансового опыта, финансовых знаний в этом помещении на метр квадратный превышает предельно допустимую норму. Я хочу сказать, что весь тот опыт очень ценен, потому что все люди, которые здесь присутствуют, отдали поднятию этой целины, финансового рынка, 10-20 лет своей жизни. Я хочу поднять следующие вопросы. Это, безусловно, работая с заемщиками, мы могли бы сказать, что является причинами проблемных кредитов. Прежде всего, это валютные риски. Во-вторых, это высокая ставка по кредитованию и непосредственно аферы в финансовой сфере. То есть выдача необеспеченных кредитов и также изначально выдача кредитов, которые никогда не собираются вернуться. Стоит заметить, что первые два пункта – это, безусловно, управляемые банковской сферой пункты. Третий – это 50 на 50 заебщиком. А теперь более детально. Если о валютных кредитах уже сказано много и в этой сфере проделана колоссальная работа банковским сектором, то что касается ставки рефинансирования, мы считаем, что здесь огромный пробел. Потому что даже недавнее поднятие до 17% совершенно не было освещено в СМИ, не обсуждалось, не существует реального диалога между национальным банком и реальным сектором экономики по этому вопросу. Безусловно, если существует настолько высокая ставка рефинансирования и она применима, значит, существует экономический спрос на данную ситуацию. Мы считаем, что он заключается в том, что в ставке рефинансирования фактически скрыт налог, то есть проблема взыскания, потому что взыскать налоги с крупных компаний в том виде, в котором сейчас существует теневой оборот более 50% невозможно. Поэтому вот такой суррогат наш украинский заключается в том, что на ставку рефинансирования возложили эту функцию. Это очень функция, которую мы, конечно, должны выполнять, но не хотим, потому что банковская система прежде всего должна обеспечивать кредитно-финансовую политику страны. Также я хотела сказать, что оздоровление ситуации выглядит в освобождении банка от данной функции. Следующий пункт, который я хотела сказать, это то, что на самом деле по сравнению с 90-ми годами мы достигли больших прогрессов. За 20 лет, я помню, будучи студенткой, достала Папен договор за 1994 год, где ставка по кредиту составляла 70% в месяц, а залог был оформлен на белой страничке. Также хочу сказать, что ставка рефинансирования 17% по сравнению с 300% годовых в 90-х, конечно, тоже огромный прогресс. Поэтому, безусловно, то, что здесь обсуждалось, это очень интересные темы, и я думаю, что мы можем себя за это похвалить. Также в заключении хочу сказать следующее, что обсуждая проблемные кредиты, мы должны понимать, что в Украине выросло уже третье поколение людей, которые привыкли брать кредиты и не отдавать, и сделали это своим семейным бизнесом. Об этом говорили предыдущие спикеры, и суть вопроса в том, что бренд CPS Management считает, что банковская система сделала очень много за этот период, а именно легализация залогов, прав собственности, снижение времени процентной ставки, упрощение режима резервирования и списания других активов. Также, как компания, которая работает непосредственно на местах и проводит медиацию с заемщиками, мы хотим сказать, что невозврат кредитов, отсутствие доброй воли, это тоже очень важный момент. Если мы говорим про Одессу, то проповедовать там возврат кредитов все равно, что проповедовать Христа в мусульманской церкви. Но мы все это делаем и имеем огромные в этом результаты. Также я хочу сказать, что проведение внутренней финансовой политики Украины это, безусловно, для нас вопрос воли, а не вопрос внешних рисков. Конечно, я понимаю ваши улыбки и о том, что мы в Украине являемся всего лишь частью большой финансовой пищевой цепи. Но, тем не менее, поскольку мы должны взять опыт наших украинских заемщиков, которые, несмотря на то, что защищались в судах с самого низа, достигли огромных результатов. Поэтому, если мы будем говорить об этом, давайте употребим их опыт среди той сети, в которой мы находимся. Большое спасибо за ваше внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова